Доброе утро, это Укрлайф. Начинаем наши прямые эфиры. Мы же говорили неоднократно, что Укрлайф – это платформа для всех, кто хочет высказать свои мысли на разные темы. И нам написала Ирина Кузьмичева, мы рады ее видеть, и предложила поговорить о благотворительности. Почему бы и нет, решили мы. И Ирина сегодня у нас в студии. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну вот фонд ваш называется «До поможем у разума». «До поможем у разума». Да, и я знаю, что вы теперь отчасти коллега, ведете программу на первом национальном, что всегда приятно. Программа «Добрые справы». «Добрые справы». Да. Мы там тоже говорим о благотворительности и о социальных проектах. Ну давайте о благотворительности. Вот чем она вас вообще беспокоит, эта тема, благотворительность? Хорошее слово-то, дело хорошее. Я считаю, что человек, который по жизни реализовывается, то есть стремится к чему-то, в какой-то момент своего жизненного пути должен начинать что-то отдавать социуму. Ну вот у меня есть... Как-то бы сложно. Людям, наверное. Социум как-то, ну так, вроде безличностно очень. Хорошо. Пускай это будет людям. К тому же у нас в фонде это очень адресная помощь, да, то есть мы конкретным ребятам помогаем. Но тут каждый выбирает. Я говорю социум в смысле, что кто-то выбирает лайфсейвинг для помощи, кто-то образовательные программы, да, то есть каждый делает свой выбор, в чем помогать. Поэтому я говорю социум. Вот. Я выбрала помогать молодежи. Мы отбираем детей талантливых. Больше всего мы работаем с домами семейного типа, детский дом семейного типа и усыновленные дети. То есть мы отбираем таланты и помогаем им, назначаем стипендии во время их обучения, продвигаем, допустим, отправляем на какие-то тренинги, отправляем на семинары, отправляем за границу, чтобы они участвовали в конкурсах, представляли Украину, да, то есть вот у нас есть танцевальный коллектив, который выезжает, есть хористы, которые выезжают, есть даже математик, который поехал на Олимпиаду. Вот. То есть таким образом мы им помогаем учиться, чтобы они не отвлекались от учебы, скажем так, да, чтобы материальная составляющая не заставляла их идти работать официантом после учебы. Ну, собственно, неплохая работа, но тем не менее. Поддерживающие, но это все равно отвлекает от учебы. То есть нам хочется, чтобы талантливые дети занимались и развивали свои таланты, а не, допустим, в 18-19 лет начинали зарабатывать деньги и в какой-то момент теряли свой жизненный путь. Такое часто бывает. Вы сами когда работать начали? Ох, сама-то я как раз 16. Ну, вот видите, это же так, что в принципе не все плохо, да? Я компенсирую. То есть вот как раз, наверное, да, это и причина, почему я начала заниматься именно благотворительностью в образовательной сфере. Потому что когда-то у меня не получилось учиться так, как я хотела. То есть я поступила на Мехмат, меня интересовала математика и ничего, кроме математики. Но это был 93-й год, ну и математикам нечего было кушать совсем. Ну и, конечно, начался бизнес. Куда же денешься? Начались поездки в Москву и в сумки. Это же был кошмар, это страшно вспомнить. Поэтому мне хочется, чтобы наша современная молодежь, хоть кто-то из них, имели возможность действительно отдаться образованию и развивать свои таланты. Мне кажется, что для Украины очень важно сейчас вкладывать в талантливых ребят. Потому что бегство мозгов, ну, ни для кого не новость, да, то есть сколько людей уезжает и образованных, и умных, и активных. То есть самые умные и активные на самом деле уезжают. Ни для кого не секрет. И это уже годы продолжаются. Поэтому мне кажется, что очень важно поддерживать талантливых ребят, которые хотят здесь остаться. И культивировать в них мысль, что нужно оставаться в своей стране, на своей земле. Вы их отбираете на конкурсной основе или как? У нас есть своя программа тестирования, профкомпас называется. Ну, это программа для профориентации. То есть мы узнаем, чем ребенок интересуется, какие у него таланты. Например, кто-то рисует, да, кто-то увлекается математикой. Проходит он наше тестирование, мы подтверждаем, что действительно, ну, его таланты соответствуют его врожденным способностям. Смотрим, там идет большая работа психологов, то есть там часа четыре в комплексе общаются. И с опекунами, и с самим ребенком. И мы выявляем, что действительно он активный, имеет активную жизненную позицию, талантлив, стремится. То есть внутреннее стремление очень важно. То есть бесполезно помогать человеку, который сам ни к чему не стремится. Вот, таким образом мы их отбираем, и они попадают в нашу программу. Они у нас там есть на сайте, вывешенная информация, кто требует помощи. И доноры через сайт помогают этим ребятам. Кто ваши доноры? Такие же бизнесмены, небольшие, некрупные, как я в основном. У нас нет какого-то олигарха, который бы нас поддерживал, к сожалению, или крупной международной компании. То есть это средний бизнес, скажем так. Вот наши доноры. То есть собрались несколько ребят среднего бизнеса и решили создать такой фонд? Кто-то это мои знакомые, кто участвует в этом фонде, на доверие мне. Ну, конечно, мы ищем крупного донора. Это бы закрыло многие вопросы. Допустим, у нас есть скрипачи, которые бы мы хотели отправить в Сингапур, представлять Украину. Это красивая миссия. И важно, чтобы наша страна была там представлена. Вы понимаете, что в Сингапур бюджет в тысячах долларах исчисляется. То есть мы не можем себе это позволить. Конечно, мы ищем крупных доноров, крупных инвесторов. Сколько лет вы уже помогаете детям? Этой программе полтора года. Фонд сам существует с 2011 года. И у нас была программа «Бесплатная линия доверия». Работала только в Днепропетровске. Тогда это был еще Днепропетровск. То есть круглые сутки люди, требующие психологической помощи, могли позвонить на бесплатную линию доверия. А сейчас вы создали этот проект? А сейчас мы начали проект «Помощь молодежи». Потому что после нашей революции и достоинства я увидела, что это важно. Помогать талантливым ребятам, образовывать их, и чтобы они оставались у нас в стране. Ну вот проблемы-то какие видите на этом этапе? Давайте поговорим искренне. Вы обещали, что можете остро много чего рассказать. Проблем на самом деле много. Проблема номер один. На самом деле образование никого не интересует по-хорошему. То есть те люди, которые хотят поучаствовать в благотворительности, они готовы помогать тем программам, которые называются «life saving». То есть люди больные, допустим, раковые заболевания, при смерти. То есть вот критические ситуации. То есть на помощь этим людям уделяется больше всего внимания, больше всего денег. Я говорю про частных доноров. То есть я не говорю про крупные международные фонды. У них свои программы, свои действия. То, чем занимаюсь я, вложение в образование, в благотворительность в образовании, менее интересно. Эффект будет виден через несколько лет. То есть люди не так эмоционально реагируют. То есть человек не умирает, слава богу, не требуется моментальная помощь. Поэтому найти сочувствующих и поддерживающих очень сложно. Тут еще есть другой аспект в том, что фонд должен о себе заявлять. Это определенный пиар. На него тоже нужны отдельные деньги. То есть когда вы приходите к какому-то бизнесмену, или в какую-то компанию, или к потенциальному меценату, о себе рассказывают, они говорят, что у вас нигде нет информации. То есть вы вынуждены часть денег, которые бы вы потратили на помощь своим ребятам, вынуждены вкладывать в пиар и в рекламу. Очень жаль, что наши телеканалы не приглашают фонды о себе рассказать бесплатно в эфире. Я это специально говорю, потому что это отчасти моя мечта, чтобы была возможность фондам о себе рассказать в прямом эфире. Не в прямом эфире, не важно. Но просто о себе рассказать. Потому что у телеканалов, как известно, все стоит копейку. В этой связи и появилась моя программа «Добрые справы». Я сама стала приглашать в студию людей, с которыми мы говорим о благотворительности и о социальных проектах, чтобы каким-то образом доносить это до публики. Отчасти это, конечно, помогает и нашему фонду. То есть некоторые гости передач являются донорами фонда. Ну и вот скажите, пожалуйста, какой-то успех за год, вы уже можете сказать? Столько-то деточек. Да, конечно, успех наш исчисляется довольными ребятами. То есть, допустим, ребят, которым мы помогаем постоянно, на стипендиальной основе сейчас 20 человек. И есть те, которым мы помогаем периодически. То есть под какие-то нужды участвуем. Допустим, я же говорю, танцевальный коллектив мы отправляли несколько раз в Польше, в Европе, представлять Украину, в бальнике занимали призовые места. Ну и человек 20 у нас на постоянной стипендии, поддерживающей. Как у вас там нужно подавать, например, заранее на какой-то грант или анкета какая-то вывешена? С какой периодичностью это все происходит? Анкеты мы собираем постоянно. То есть нет какого-то дедлайна? Нет, нет. То есть постоянно кто обращается, мы анкетируем ребят, тестируем, психологи работают. То есть отбор идет постоянно. И на самом деле мы меценатам предлагаем адресную помощь. То есть вот мы рассказали о ребенке, рассказали о его талантах. Вот он живой. Хотите ему помогать? Вот помогайте конкретно ему. Хотите помогать другому? Вот конкретно другому. То есть мы предлагаем адресную помощь, меценат всегда знает, кому конкретно он помогает. Лично, напрямую? Да, лично, напрямую. Ну а что касается острых тем благотворительности, то, конечно, это вопрос того, что у нас в стране благотворительные фонды используются часто для отмывания денег, ни для кого это не секрет. Вообще не секрет. Не знаю, для меня секретно. 12, нет, ну есть вопросы. 12 тысяч фондов официально зарегистрировано. На сегодня 12 тысяч? Да, 12 тысяч фондов официально. И только половина из них сдает какую-то отчетность. А все остальные что делают? Неизвестно. Либо не ведут деятельность, либо просто не показывают свою отчетность через налоговую. То есть вот есть большой вопрос. Это, конечно, подрывает доверие к благотворительным фондам. То есть частные лица только на персональном доверии к хозяину фонду, к директору фонда. То есть это происходит. Так-то люди верят меньше. Это большой минус для благотворительности. И мы собирали круглый стол в прошлой весной. И обсуждали, как раз поднимали вопрос, чтобы все благотворительные фонды сдавали свою отчетность. То есть вот такие небольшие, да? Вы не имели в виду крупных иностранных фондов? Ну, 12 тысяч. Кто из них большой, кто маленький, не оценишь, пока не появится официальная документация какая-то. То есть ценить пока невозможно, кто крупный. Ну вот когда вообще на самом деле появились фонды? На моей памяти это вот, когда все начиналось, это были скорее крупные международные доноры фонда. Ну еще с 90-х? Фонды. Еще с 90-х были фонды. Вот украинские тоже с 90-х? Это кто были? Были были. Это были чьи-то? Были, бизнесовые, олигархические какие-то? Наверное, это были бизнесовые, олигархические. Опять-таки не секрет, что многие олигархи в правительстве, народные депутаты имеют свои фонды для личного пиара. Многие из них реально помогают. То есть не надо перегибать палку и говорить, что тут только пиар. Многие реально помогают. Ну то есть там мы с фондом таблеточки хорошо знакомы. То есть это известный фонд, они отлично помогают Ахмадету. Ну давайте, наверное, конкретно. Есть ли из вот этих, этого огромного количества фондов, которые действуют? Я так понимаю, что много фондов появилось, и вот когда война началась, это уже, прямо скажем. Да, появилось или нет? Я в количестве фондов не скажу, я скажу в деньгах, что с 2011 года, по сравнению с 2011-2015, в 6 раз увеличилось вложение в фонды. Ну, в 6 раз увеличилось количество денег, которые получили фонды. Вот именно в украинские? В украинские фонды такие небольшие? В общую. Я говорю в общую цифру, то есть на 60% увеличение денег, которые получили фонды. Но вы имеете в виду внутриукраинские деньги или внешние? Внутриукраинские. Это важный момент? Да. Это в гривне, это в миллионах гривен. На сегодняшний день, по-моему, в 2015 году 580 миллионов гривен было перечислено в фонды. Вот. Ну и ваше понимание, как это будет развиваться, и тогда, если есть необходимость их укропления, или, я не знаю, сокращения, или что-то еще для того, чтобы придать вес тем, которые существуют? Ну, мое мнение, что изначально нужно провести чистку каким-то образом. А, это звучит так. Звучит, да, некрасиво. Жестковато. Но с этого начинается всегда, да, то есть нужно выделить те фонды, которые ведут реальную деятельность, ну, то есть каким-то образом. Да каким образом? Через налоговую, через отчетность. Это самый прямой путь. Обязать их показывать официально все деньги, которые они получают, на что они тратятся. Ну, а после этого уже создавать законодательную базу. К сожалению, у нас в Украине, например, фонды-то налогами не облагаются, но те, кто получает деньги, донацию, да, обязаны заплатить подоходный налог. То есть вот если перевести на какой-то простой язык, то, что вы сказали, то есть ребята, которым вы платите, условно говоря, или вы, или какой-то другой фонд, платите деньги, они получают стипендию, например, они получают стипендию, грубо говоря, там, тысячи гривен в месяц. Из нее они должны заплатить там сколько? Подоходный налог официально. Да, там 20%. Инвалид, который получает кресло, должен заплатить подоходный налог. С кресла. С кресла. Законодательно это так. Другое дело, что, как это говорится, что строгость законов компенсируется возможностью их не выполнять, но законодательно это так. Законодательно это так. Ну, какие есть сейчас там уже наработки там в новой законодательной базе, кто этим занимается? Ну, в этом году появилась возможность через СМС помогать благотворительным фондам. Что это такое? Расскажите. Это, я не очень в курсе, я не участвовала в этом, в том, что формировали этот закон. Насколько я понимаю, что любое частное лицо через СМС может отдать свои деньги фонду. За это, я так понимаю, долго боролись. Ассоциация благотворителей Украины. В Европе, в Америке это развитый вид помощи. Что каждое отдельное частное лицо может таким образом помочь фонду. Вот, к слову, еще хочу сказать, что в соседней Польше, вот, допустим, у нас количество людей, которые помогают фондам, в 2013 году было 6% населения. Ну, сейчас, я думаю, больше, ну, допустим, в два раза больше. Ну, пускай 15 даже округлим. То в Польше это 60. Ну, за счет чего? Частные лица. Это частные лица. Я сейчас про отдельных граждан. Которые просто объединяются или не объединяются? Нет, не объединяются. Просто они, лично, вот 60%, грубо говоря, трудоспособного населения Польши каждый месяц что-то отчисляет в благотворительные фонды. У нас на 2013 год это 6%. Сейчас, вот, я не знаю статистику на сейчас, ну, я же говорю, пускай в два раза больше. И округлим до 15. Но все равно несоразмеримо большая разница. А вот этот вот закон через, что можно помогать фондам через СМС, вот он помогает каждому частному лицу, дает возможность пополнять деньги какому-то фонду. А что это за ассоциация благотворителей? Вот я себе прямо записала. Украинская ассоциация благотворителей. То есть есть такая, да? Они что, объединяют украинские фонды? На самом деле в Украине еще есть вторая ассоциация, они действуют параллельно. Некоторые фонды относятся к той ассоциации, некоторые к той. Ассоциация благодейников сама ведет благодейную деяльность на территории Украины. То есть это неофициальная государственная организация, под которой все фонды. Это общественно, частным образом созданная ассоциация. Не обязательно к ней относиться. То есть есть фонды свободные, есть фонды и относящиеся к ассоциациям. Ну, Ирина, вот честно, если говорить. Вот вы занимались, я не знаю, занимаетесь бизнесом. А почему вдруг, вот в условиях там непростых экономических, там военных, вот почему вдруг такие программы созревают, а на самом деле кто их финансирует? Вот вы свои деньги вкладываете? Да, конечно. Я начинаю, ну, изначально я. То есть вы вкладываете? На старте это я, да. На старте это мои деньги. И, собственно, каждый месяц какую-то сумму я отдаю фонду. Отдаете фонду вот, чтобы платили дети? Чтобы, да, чтобы были поддерживающие стипендии. То есть прежде всего это я, а потом на доверии ко мне уже кто-то начинает работать с фондом. Надо себе понимать, что в обществе есть большое недоверие. Ну, так и понятно. Слушайте, столько фондов. Я бы тоже усомнилась в некоторых. И как им поверить, да? Вот как отличить? Настоящий фонд и фонд не до конца фонд? Наверное, какой-то простейшей житейской логикой. То есть вот было мероприятие, на него собирались деньги. Если было давно это мероприятие, а через два месяца на него продолжают собирать деньги, ну, наверное, что-то не вяжется. Ну, какой-то простейшей житейской логикой. К сожалению, другого совета у меня нет. То есть если бы мы были в Соединенных Штатах Америки, где все открыто и собираются специальные мероприятия, и, допустим, частные фонды передают крупные суммы денег благотворительным фондам, я бы посоветовала иначе. У нас на уровне житейской логики. Вот, кстати, что происходит у нас в стране. То есть каждый человек, который хочет заниматься благотворительностью, создает свой фонд. То есть очень редко... Это почему? Это от недоверия другим фондам? Да, потому что недоверие другим фондам, да. В Штатах, наоборот, частный фонд передает огромные суммы благотворительным фондам, которые потом эти деньги тратят. Которые имеют уже определенную репутацию и все прочее. Репутации, персонал. То есть благотворительные фонды – это такая же бизнес-структура. Это, кстати, еще тоже совет, как отличить реальный фонд от нереального. То есть в фонде, которые работают, обязательно есть люди, потому что это огромный кусок работы. Отобрать тем, кому помочь, реально помочь, от контроля. То есть обязательно должна быть действующая бизнес-структура. Ну вот давайте себе представим, есть бизнесмен, у которого есть сколько-то денег, которые он хотел бы передать на благотворительность. Насколько это выгодно ему, я не знаю, в точки зрения налогообложения, например. А, налогообложение? Ну вот, например, он говорит, я перечислил столько-то там денег в этот, поэтому у меня там меньше какой-то налог. И вообще в мире существует ли такая практика и в Украине как это выглядит? Как это выглядит в Украине? Многие, даже мои знакомые, не хотят официально перечислять деньги на фонд, потому что мы без НДС на организации. То есть от юрлица мне деньги перечислять неинтересно, потому что они за меня еще должны будут НДС заплатить. Поэтому донации происходят как от частного лица в фонд. Что касается тех же штатов, и почему я их привожу, потому что там отлично отлажена эта система, и потому что я ее изучала, знаю, там во многих штатах снижены налоги тем, кто отдает деньги в благотворительные фонды. Поэтому я не спрашивала у вас. Конечно, у нас нет такой системы. Нам, я же говорю, даже от юрлица, любого юрлица мне перечислить деньги, юрлицу невыгодно. Люди идут частным, ну, как частные донаторы. Вот такая ситуация, конечно. Налогообложение требует больших пересмотров, но я думаю, что до этого еще не скоро дело дойдет, потому что куча других вопросов в стране. Я думаю, что до этого мы дойдем не скоро. Но пока то, что живет, те фонды, которые реально работают, на самом деле это чисто энтузиазм. Я вам хочу сказать, что за последние годы, особенно за годы войны, очень возросло количество людей, которые помогали. Вот всячески помогали. Кто продуктами, кто деньгами, кто через фонды, волонтеры и так далее. И вдруг вот в Украине за последние годы возникло целое движение, вот какое-то волонтерское, людей, которые постоянно кому-то помогали. Причем люди, которые за собой никогда раньше этого не замечали. Вот, как вы думаете, как теперь вот это движение? Понятно, что война еще идет. Понятно, что масса сложностей. Но как вы думаете, вот это вот огромный порыв человеческий? Как вот его... Вот вы сказали фразу, что когда там до этого дойдет, да? А вот тут же реальная ситуация. Смотрите, сколько людей активно готовы. И вот им бы какую-то платформу, какую-то базу помочь бы как-то распределить. По состоянию на сегодня уже эта волна спадает. Ну, это очевидно. Потому что, да, энтузиазм не может длиться. Ну, и денег-то меньше стало значительно. Я знаю очень многих людей, которые помогали говорить, ну, все, уже все закончилось. Все, мы больше не можем. Да, 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 я тоже знаю эти ситуации. Вот. То есть, конечно, волна спадает, энтузиазм был огромный, 2014-2015 год. Платформу... Платформу... Вы понимаете, частным образом сложно создать платформу. Это должно происходить на уровне государства и законодательства. Частные фонды никак не могут решить эту проблему. Ну, я имею в виду поддержать волну, да, которая вот пошла от людей. Ну, как? Ну, никак. То есть, только на уровне законодательства, когда будут какие-то изменения, и действительно, с точки зрения налогообложения, что мы говорили раньше, это будет выгодно быть благотворителем, тогда эта ситуация поменяется. Сейчас помощь пошла на спад, а помощь программам, которые я продвигаю, образовательные, ну, собственно, волна и не поднималась, скажем честно, потому что, опять-таки, результат отсроченный во времени. То есть, помощь этим ребятам будет видна лет через 10. Ну, подождите, во-первых, не через 10, а намного раньше, а во-вторых, у нас же есть ребята, которые выехали из Крыма, которые с оккупированных территорий приехали, у которых, возможно, семьи там остались, на оккупированных территориях, потому что ехать, например, некуда, и вот они детей, просто родители сюда присылают. Тут же тоже есть целый спектр нерешенных вопросов. Вот этим занимаются сейчас фонды и насколько это? Ну, мы занимаемся, у нас где-то уже половина ребят переселенцев. Из Крыма меньше, Луганск, Донецк в основном. Ну, по статистике всего 1,14 млн переселенцев официальных, в Украине где-то такая цифра. Детей там что-то, там большая цифра 500-600 тысяч. Ну, это всех. То есть, мой фонд занимается именно подростками, ну, перед поступлением, ребята, а это всех детей. Да, внимание переселенцам мы уделяем большое. Отклик от меценатов и от доноров на переселенцев больше, чем ребят живущих в Киеве. Да, это тоже правда. То есть, они готовы помогать? Да, именно потому что люди потеряли дом. То есть, это, ну, это уже немножко критическая ситуация, и люди больше готовы помогать переселенцам. Очень много талантливых уехало. Ну, сейчас в Киеве находится в основном. Ну, как правило, с родителями они в уезжают? Да, как правило, с родителями. Как правило, с родителями. У нас есть один детский дом семейного типа, но, к сожалению, не вернулись обратно. Почему? Финансовые сложности. Ну, они не могут тут. И ребенок туда жил? Тут выжить все. Там много детей, все вернулись. Ну, была попытка переехать всем, но все сейчас вернулись туда. Ну, люди не могут здесь выжить. Там у них дома, квартиры, тут сложно. Ну, вот, Ирина, важный вопрос, знаете, какой? Как сделать так, чтобы деньги, которые отправляют мелкий и средний бизнес на благотворительность, не оседал в самих благотворительных ходах и не шел, например, на высокие зарплаты тем, кто там работает, или, например, на содержание очень симпатичных офисов или, если хотите, ну, что-то еще дальше по списку, сами знаете. Ситуация следующая. Те, кто официально сдает отчетность, никак не могут потратить больше 15%. На административные расходы? На вот все эти расходы, да. Вот и получил деньги 15% твои. Получил много денег, получил высокие зарплаты и красивый офис. Не получил много денег, сидишь в квартире, грубо говоря. Поэтому возвращаемся к пункту, все благотворительные фонды должны официально показывать свою отчетность. Мало того, тем, кто хочет привлекать доноров и меценатов, нужно бы даже на сайтах эту информацию вывешивать, ну, чтобы она вызывала доверие. У вас висит отчетность? Вот в этом году уже будет. Начинаете. Ну, вот мы полтора года программу сделали, и в конце 16-го, начало 17-го мы вывешиваем официальную отчетность. Мы сдаем все отчеты, у нас все прозрачно. Ну, Ирина, что я вам хочу предложить? Раз уже вы к нам пришли, и гость нашей студии, то тогда я вам предлагаю, вот сможете обратиться к ребятам, которые, может быть, нас увидят, возможно, даже на оккупированных территориях, возможно, даже на территориях, приближенных к зоне военных действий. Вы можете к ним обратиться, если вы можете им помочь, пожалуйста, мы будем рады. От себя мы можем сказать, что, честно говоря, вот Ирина нам написала, мы ее пригласили, мы рады видеть ее в студии, поэтому, если кто-то может и кому-то это поможет, пожалуйста, прошу. Обращаюсь к опекунам и домам семейного типа, потому что все-таки чаще всего нам звонят взрослые. Ребята сами звонят крайне редко. То есть кто-то взрослый, кто стоит за ними, либо бабушка, если она опекун, либо дядя, тетя, вот эти люди нам звонят. Поэтому я обращаюсь к взрослым людям. Если у вас в семье есть талантливые дети, пожалуйста, фонд «До поможем и разум», есть страничка, есть страничка на Фейсбуке, находите наши контакты, и, пожалуйста, пишите нам, звоните нам. Можно сразу заполнять анкету, но лучше начать с звонка. Ждем звонков, ждем талантливых ребят. Спасибо за возможность обратиться. Ирина Кузьмичева была сегодня у нас в прямом эфире. Она представляет научредитель фонда «До поможем и разум». Но если бы, Ирина, вы не пришли, признаюсь честно, я бы не знала о существовании такого фонда, так что спасибо, что написали, пришли. Мы всегда рады вашим письмам. Пишите нам на Укр.Лайф. С удовольствием будем рады видеть вас у нас в студии. Ирина, спасибо. Спасибо вам огромное. До свидания. Оставайтесь в прямом эфире и дальше о политике. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»